Международный женский день отмечают уже 106 лет. Впервые о нем стало известно на конференции в Копенгагене, где Клара Цеткин выдвинула идею о праздновании Дня Женщин. 8 марта это настоящее олицетворение весны и ее нежности. Поздравлять милых дам с этим праздником в Одинцово стала традицией. Каждый год глава городского поселения Александр Гусев собирает представителей с прекрасного пола на торжество. В фойе культурно-спортивного центра «Мечта» приглашенные гости заходили красиво под музыку эстрадно-симфонического оркестра Андрея Балина. Ну а перед началом торжества дамам организовали легкий фуршет. Дорогие женщины, с праздником вас, любви, здоровья и понимания. Спасибо. Я вышла, поняла, что еще зима продолжается, но все-таки весна, она уже есть в воздухе, она чувствуется изнутри. Вот этого хорошего, прекрасного весеннего настроения хочу вам пожелать и, конечно, женского счастья, потому что у каждой из нас оно свое. С праздником вас! Международный женский день – это праздник весны, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных подарками и заботой. В концертную программу вошли номера разных жанров. Хор мальчиков «Веселый ветер», сатирические миниатюры о том, как женщинам противопоказано садиться за руль машины мужа. Хор мужчин «Союз им» с патриотическими песнями, одну из которых подпевал весь зал. И это была «Смуглянка». Владимир Автомонов, солист консерватории имени Чайковского, исполнил всеми любимые и известные хиты. Я лечу с тобой снова, я лечу, я лечу, я лечу, я лечу, я лечу, в любви Я sais, лечу, у меня лечу. Самым захватывающим стало выступление государственного ансамбля русской песни и танца Садко. Гости праздника получили не только массу положительных эмоций, заряд прекрасного настроения, но и унесли с собой памятные подарки от администрации городского поселения Одинцова. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.